Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В нашей прошлой передаче мы говорили о алкогольной зависимости. Мы говорили о потере радости жизни человеком, у которого развивается хронический алкоголизм. О потере праздника. О том состоянии, когда душа праздника просит. В Евангелии описывается такой эпизод, когда привели люди детей ко Христу. Но ученики не позволили детям прийти к Спасителю. И тогда Спаситель сказал им «Пустите ко мне детей. Истинно говорю вам, не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Что имел в виду Спаситель? Как взрослый человек может быть младенцем? Ведь физиология взрослого человека отличается от физиологии ребенка. Что же имел в виду Спаситель? В каком смысле будьте как дети? Возможно, он имел в виду мировосприятие, то состояние радости, то состояние праздника, жизни. Способность забывать плохое. Способность радоваться любой погоде. Способность любить все, что имеешь. Присущий детям. И то состояние потери праздника. То состояние, когда душа праздника просит, нередко развивающиеся у взрослых людей. И всегда присуще больным хроническим алкоголизмом. Я вам уже говорил в нашей предыдущей передаче о том, что один из центральных гормонов радости жизни, внутренний алкоголь, вырабатывается в центральной нервной системе, в желудочно-кишечном тракте человека. И от того, как он вырабатывается, зависит наша система мировосприятия, наше состояние радости жизни. Я говорил вам о том, что нервных клеток, которые вырабатывают гормоны радости, их известно в современной научной медицине, тому научному направлению, которое изучает выработку гормонов радости и называется психиатрическая эндокринология, известно более полутора тысяч гормонов радости жизни. И всего пять гормонов стресса. Радости больше в семь раз. Радость многообразная, радость тонкая. Полторы тысячи гормонов – это как отпечатки пальцев. Система мировосприятия у каждого человека своя. Она имеет свои специфические особенности. Можно сказать, что радость многообразная, у каждого своя. Зато горе у всех одинаково. Всего пять гормонов, которые показывают состояние стресса, состояние горя. И вот когда человек принимает один из центральных гормонов радости, один из полутора тысяч гормонов, но очень важный, внутренний алкоголь извне, внутренняя выработка алкоголя постепенно снижается, уменьшается. И человек превращается по своему психологическому мировосприятию, по образному выражению старца Паисия, из пчелы в муху. Он начинает видеть все плохое вокруг себя. А все хорошее он не замечает. Он напоминает муху, влетающую в цветущий сад, но не замечающую многих цветущих деревьев. Зато он видит весь мусор, он видит помойку в этом цветущем саду. Одним словом, в душе пьяниц, в его системе мировосприятия, вместо цветущего сада появляется помойка. У человека, который вводит алкоголь извне, перестает вырабатываться внутренний алкоголь. И такой человек теряет радость жизни. Душа у него праздника просит. Он теряет способность забывать плохое. Это плохое начинает накапливаться в его душе, и у него развивается уныние и депрессия. Собственно говоря, если бы люди жили бы по заповедям Божьим, не попадали бы в зависимость, а любой грех является зависимостью, то никогда бы у человека не развилось состояние уныния. Любое снижение радости жизни является болезнью, является гормональной недостаточностью. и когда у нас появляется восприятие плохой погоды, когда мы не можем забыть плохое, то надо подумать о том, что мы начинаем заболевать психическим заболеванием. Мы перестаем критически оценивать свои недостатки, свои внутренние немощи, свое внутреннее состояние, зато у нас резко повышается видение недостатков в окружающих людях. Человек пьющий алкоголик он просто проницателен до чужих грехов. Если бы у него была сохранена критическая самооценка, то он бы понял, что все плохое, что он видит в других людях, это отражение его недостатков. Другой человек просто зеркало души самого человека. Все плохое, что мы видим, это значит, мы видим самого себя в зеркале. Нельзя увидеть то плохое в другом человеке, чего не было бы в нас. Вот дети не видят плохого в других. Вот в этом смысле нам очень важно оставаться как дети. Так вот первая симптоматика снижения выработки внутреннего алкоголя снижение стрессоустойчивости. Прежде чем начнет уменьшаться выработка внутреннего алкоголя, прежде чем произойдет постоянная потеря радости жизни, переходящая в уныние и депрессию, у нас перестанет повышаться количество внутреннего алкоголя при стрессах. Мы теряем эту способность. Поэтому при стрессах нам сразу надо будет выпить, закурить, принять какую-то пищу, может быть что-то сладкое съесть. Чревоугодие это тоже зависимость. мы будем об этом говорить в наших дальнейших передачах. Собственно говоря, подведя итог вышесказанному, вот это состояние называется психическая зависимость. Психическая зависимость это когда душа праздника просит, когда человек перестал быть младенцем, когда у него появилось состояние плохой погоды, когда он перестал забывать плохое. Ведь когда младенец становится взрослым? Возможно это происходит в тот момент, когда взрослые выходят из-за праздничного стола, а дети подходят и допивают за ними остатки алкоголя, пробуют их на вкус. При этом им это всегда не нравится детям, но они очень хотят стать взрослыми. Возможно в тот момент, когда младенец хочет стать взрослым и пробует первую каплю алкоголя, наступает первая потеря радости жизни, своего рода старения души. Это также может наступить, когда младенец подбирает окурок с пола, пытается докурить за взрослыми. Собственно говоря, будьте как дети, это значит, не вводите никаких гормонов радости жизни извне, ибо Царствие Небесное внутри нас есть. Мы созданы таким образом, что мы способны радоваться всему. Мы способны радоваться хорошей погоде и плохой погоде, стрессом и радостем. И радость наша, заложенная Богом, она у нас многообразна. А радость, которую мы получаем от алкоголя, она, собственно говоря, и не является радостью. Она является психической зависимостью, недостаточностью внутреннего алкоголя. Каким бы качественным ни был внешний алкоголь, водящийся извне, он не способен по своему состоянию сравниться с тем эндогенным внутренним алкоголем, который заложен в нас Богом. Видимо, поэтому пьяницы Царствия Небесного не наследуют, потому что они не ищут Царствие Небесное внутри нас, внутри самого себя. Они пытаются его получить извне. И от этого перестает вырабатываться внутренний алкоголь. У человека развивается психическая зависимость к алкоголю. Первый симптомокомплекс – начало хронического алкоголизма. При психической зависимости человек пьет в меру. Он контролирует свое состояние. Он помнит все, что он делает. Он пьет только с одной целью. С целью повышения настроения. Повышение своей способности забывать плохое. Но он уже находится в первой стадии алкоголизма, в психической зависимости. И проявляется это в потере естественной радости жизни. В потере естественной способности забывать плохое заложены в нас Богом. Мы продолжим беседу о психической зависимости в нашей следующей передаче. Божье благословение да пребудет со всеми вами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова